Это Калининский район Донецка, один из центральных. Здесь с крыш домов свисают сосульки. Длина многих более метра. Алла Борисова, дончанка. Она каждый день прогуливается со своими внуками. Говорит, дома, где на крышах ледяные глыбы, обходит стороной. Сосульки это очень опасно. Поэтому мы выходим где сосульки, не только на солнышке, только на середине дорожки. В Донецке сосульки должны сбивать работники ЖЭКов. Для этого нужны вышки, однако такой техники нет. Поэтому коммунальщики просто ограждают опасные места, рассказывает Марина Полникова. Вешаем объявление на подъездах, чтобы люди не ходили и дети не бегали по отмостке. Где это может произойти, не дай бог, несчастный случай, где висят сосульки. В таких опасных местах мы ограждаем, чтобы туда меньше бегали. Хоть это ограждение, конечно, только на честных и понимающих людей, но все равно это какую-то безопасность несет. Вышки возьмут в аренду, рассказали в Донецком управлении жилищно-коммунального хозяйства. В ЖЭКах создадут бригады, которые будут сбивать сосульки. У нас проблемы возникают по вышкам, но мы стараемся, заключаем договора, жилищная организация наша заключает договора и с другими фирмами, и нанимаем эти фирмы, то-то вышки. Проводится работа с жильцами нашими, которые живут в наших домах. И с помощью жильцов мы заходим в квартиры, или с помощью жильцов просим их, чтобы они сымали. Мы разными инструментами, или швабрами, или чем-то, при возможности сымаем эти сосульки. Всего за прошлую неделю от сосулек очистили более 500 крыш. Всего в Донецке более 10 тысяч домов. Злата Байрачная, Василий Дмитриев, Панорама.